Европа-Азия Там где-то тропинка должна быть В лесу, поближе к станции В лесу кругом водичка Пока на тропу выходим Наверно сапоги наденем А там дальше видно будет Вот периодически По такой штекенции идем Но мы тут Увидели Мегаполис Кислых попок Вот такой здоровенный Офигеть Уже ожили Шевелятся Мы вышли на дорогу Сейчас у нас она прямо 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 Идет до горы котел Офигеть 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 muk Речка талится. Снежок еще лежит. Тяжеловато немножко идти. Садовое некоммерческое товарищество номер 69 АО Новотрубный завод. А дальше туда вот опять по просеке. Вот мы сады прошли вот эти вот. Сейчас дальше прямо, прямо, прямо. Шли прямо до этого. И сейчас прямо, 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 прямо до горы котел. Дождь пошел. Только дождевики надели, солнце выглянуло. А дождь все идет. Не, а дождь-то идет. Что, может, пообедаем сразу туда? Ну, так и халат уже охотом. О, первого. Мы решили потестировать перед походом, перед большими походами, такие перекусы. Сушеное куриное мясо. И сушеный, копченый сыр. Только попьемся, наверное. В принципе, сушеное мясо, сушеный сыр есть можно. Но они соленые очень. Поэтому нужно водички много. И вот за один раз не съели, на несколько раз растянем. Сушеное куриное мясо. Какая-то нехорошее надвигается. Да, за день куча приключений. Речка. Снег с дождем. Какая-то вырубка незаконная. Пар стелется. А дальше в лесу сплошной снег. То снег, то дождь, то снег, да с дождем. Какие-то горы пошли. Сейчас вон туда подниматься будем. Там опять какая-то речка и ручей. Подъемчику подошли. Сейчас будем превозмогать. Оттуда вот пришли сейчас. Вот мы и добрались до вершины горы Котел. Тут просто офигенские виды. Там вот на горизонте виден Екатеринбург. Чуть левее там за горой, за ветками, точнее вот за этими. Там трубы среднеуральской ГРЭС видны. Когда мы пришли, тут какие-то ребята сидели. Они костер нам даже оставили. Сейчас где-нибудь палатку тут, наверное, поставим. На вершине хотя ветрено, но в целом, мне кажется, неплохо совсем. Таким бетонным столбом, точнее, треангуляционным пунктом обозначены вершины горы Котел. И рядом находится знак, тоже условная граница Европы и Азии. Сейчас водички натопим, чаечку или кофеечку выпьем. Потом будем ужин готовить. Пей. Говяшка жарится. Красота. Первый поход называется. Вообще класс. Вот снег весь только что от нас, который ушел. Вот он весь там. Вообще мы уже на вершине горы с палаткой где-то часа два сидим. И, блин, то снег, то дождь и кратковременно, так минут по 10, пометет, польет. И хоп, перестал, солнышко, он светит. Горы Екатеринбург появляются. Из-за тучи. Но вообще красота, блин. Говядина тушеная с картофелем. Это наш ужин. Закат на горе котел. Мы уже поужинали. Сейчас соберем все вещи. Пойдем в палатку греться. А то тут ветрище. Мы замерзли все. Даже несмотря на то, что поели. Потом спать ложиться. Такое вот у нас доброе утро. Снежок идет. Легкий минус. Ночью замерзли. Немножко. Поэтому сейчас костер не будем разводить. Будем в палатке. На горелке завтрак готовить. Заодно и погреемся в это время. На завтрак. Гречка. С лобио по-грузински. Время 9.40. И мы отправляемся в сторону станции Таватуй. Сегодня уже немножко другие пейзажи. с котла. Мы сейчас по этой дороге вот идем. А на станцию Таватуй вот эта вот дорожка отворачивает. И что-то нам неохота буксовать по снегу. Еще 12 километров. Ну, может, меньше. Мы пойдем дальше здесь. До станции Ай-Яй тогда уж. Заодно на скалы три брата зайдем, да? Угу. Гика там не была. Какие-то вот ободранные деревья встретили. Непонятно. Ну, я не знаю, что это такое. То ли лось рога точил. То ли медведь когти чесал. То ли след, то ли что. Непонятно. Старые какие-то. Там черканить, если кто-то что-нибудь знает. В 30 метрах от этого дерева следы. Но это точно лось. Вон это дерево. Вон там. Следы. Там вон тоже. Такие же ободранные какие-то следы идут туда. Вчера сложнее было идти. Из-за дороги? Наверное. Что-то вчера все по щиколотку было. И вода, и снег, и грязь. Сегодня вроде нормально. Солнышком выглянуло. Еще весна. На подходе к трем братьям просека, лэп. Такие камни здоровенные. Здесь, там, там. С противоположной стороны. Вон, уходит. За горизонт она. Кипит. Пальцы еще и придет. Вот еще одна идут. Мы поднимаемся на скалы Трибрата. Здесь уже почти вот от дороги. Какие волны начинаются. И вверх дорожка такая ходит. А всякие квадроциклисты, мотоциклисты заезжают на вершину. Там какие здоровенные каменюки. С одной стороны скалы. С одной стороны скалы. сосны, хвойные. С другой березки в основном. А с другой березки в основном. Есть три версии. Есть три версии их происхождения. Одна вот как раз, что здесь приносили жертву племена вагулов. Кого я не знаю, даже не могу сказать. Потом вторая версия, что в таких углублениях плавили медь. Те же самые вагулы где-то 4-6 тысяч лет назад. А третья версия, что здесь жгли на вершинах таких скал, жгли сигнальные костры. Но в любом случае эти чаши образовались от воздействия огня. То есть камень нагревался и быстрее выветривался, разрушался. А эти, кстати, скалы тоже же один из выходов Верхоседского гранитного массива. Как всякие там Кырманский, Петрогронского, Чертово Городище и так далее. Семь братьев тоже. Вот выветривание. Это одна из форм выветривания. Там водичка весной скапливалась или во время дождя капала и замерзала по ночам. Утром снова таяла, капала, ночью замерзала. И когда она замерзала, камень трескался. И за многие тысячелетия появились вот такие выемки, называемые формами выветривания. Тоже формы выветривания. Ничего, что ли, когда такое мясо? Ничего. Чай точно киселя, короче, съем. Вместо чая? Угу. Кускус такой? Кускус и сушеное куриное мясо, сушеный фарш куриный. А, ты сразу перемешал? Угу. Приправа Вегетто, который глутамат. Хм. 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 Тоже на манку. Да это почти есть манка. Да? Та же самая пшеница, пшеничная крупа. Просто ее как-то в такие вот желтые шарики скатывают. Манка это тоже желтый шарик. Ну только помельче. И посветлее они все равно. Та пусы пальцы. Ты такое когда-нибудь ел? Хм? Ты такое когда-нибудь ел? Такое? Такое. Ну в смысле кускус ты ел? Кускус нет. Первый раз буду есть. Мне тоже не ел никогда. И сушеные куриные шарики тоже не ел. Такая вот каша получилась. Смотри, с фигетой как доширак получилась по вкусу. Разреши. Мне этот кисель подходит по цвету моей курточки. Я по такому принципу его и выбирал. Ну все нам до Айяти примерно 8,5 километров остается. Наверно больше приключений особых не будет. Но если будет я покажу конечно. Мы оттуда вот идем. Видите какие-то старые заброшенные дороги видимо. Все затоплены. Там дальше. В эту сторону. Там вон тоже. Вода кругом. Он сейчас туда вон в ручей бежит. Вода кругом. Вода кругом. Вода круг thin. Видите, сапоги пониже, чем у меня Сможет зальеть чуть-чуть Сносит чуть-чуть Сносит, да, течение Вот сюда, ближе к камню И теперь на меня Я даже не набрала А у воды такой цвет Потому что она здесь вся болотная Чаёчек Из торфа Какая-то живописная стоянка На берегу водоема Весенняя тусовка у муравьев Даже боюсь представить, что они там делают А эта скала уже ближе к Аяте Это которые четыре гряды Возле Аятского, Дороватик И сам Дороватик, точнее Про них я уже рассказывал Зимой Так что сейчас не пойду туда смотреть Опять торфяной чаёчек Мы вышли в посёлке Аять Таким образом наш маршрут завершён А походный сезон 2020 года открыт Впереди нас ждёт ещё больше походов И путешествий Будем рады вас видеть снова Если понравилось, ставьте лайки И подписывайтесь на канал Пока Пока